Вы смотрите «Боевые ботаники» – самый пронзительный канал про единоборство. И это 14-я серия шоу «Деменция и честь». Мир на карантине, но наших героев не унять. Алкоголь, наркотики и криминал, тупость, агрессия и невежество – все, что вы любите в новостях мира боевых искусств. Итак, неистовая дичь. Известные бойцы выдвинули свои версии происхождения коронавируса. Британский боксер пакистанского происхождения, экс-чемпион мира Амир Хан, усомнился, что коронавирус пришел из Китая и назвал причиной его появления вышки 5G. Коронавирус появился не случайно, ведь сейчас проходит тестирование 5G. Возможно, это делается ради контроля популяции. Я готов поспорить, что одна из таких вышек появится возле моего дома. Кто за этим стоит? Существует определенная схема. В 2003-м, после появления 3G, началась вспышка атипичной пневмонии. В 2009-м, когда появился 4G, была вспышка свиного гриппа. В 2020-м, вместе с 5G, у нас началась пандемия коронавируса, написал Амир Хан в своем инстаграме. И эта конспирологическая теория набирает популярность в Великобритании. Люди сожгли уже минимум 7 вышек телекоммуникационных компаний. Так бокс завоевывает не только сердца, но и умы. Но справедливости ради надо сказать, что кроме Амира Хана, подобными постами своими поклонниками поделились актер Вуди Харрельсон и певица Кэрри Хилсон. Так смычка спорта и шоу-бизнеса порождает интеллектуальные сливки общества, пассионариев новой эры. Действительно, кто же спасет человечество, если не спортсмены, актеры и певицы? Но это все дела англосаксов. А чем ответит наш любимчик Дмитрий Смоляков, который продолжает борьбу за счастье русского народа, ныне пребывая в Майами? В новом интервью канала «Увестник ММС» Смоляков высказал идею о том, что коронавирус – это некая пьеса, авторы которой хотят сократить численность населения России. И на вопрос ведущего Дима «Ну кто? Кто этого хочет?» Главный антисатанист ответил следующее. Слушай, ну ты когда-нибудь Алана Далласа плавно слышал? Ну, хотя бы оно, и там таких много-много-много историй. Я говорю, что даже вот эти вот значки Google Chrome, да, там три шестерки и так далее, но все это заувалировано. Даже если это корона собрать, это слово, да, там, то это тоже получается 666. Окей, тут для постоянных зрителей шел дичь ничего нового, но я рад, что состояние пациента стабильно. Правда, ремиссии, видимо, ждать не приходится. Альтернативный ответ на вопрос, кто стоит за коронавирусом, пришел из Дагестана, где укрылся самый отважный боец нашего времени – Хабиб Нурмагомедов. Я считаю, что это наказание от Всевышнего, и мы должны вернуться к Всевышнему и просить прошения. Почему? Потому что у меня, у вас, вообще у всех у нас есть, так скажем, много косяков. Итак, у нас есть три бойцовские гипотезы генезиса коронавирусной инфекции. Вышки 5G, происки русофобов-сатанистов и наказание от Аллаха. Отброшу мысли я богопротивный в такой момент. Господь, ответ без дураков – за что мне эти версии спортивные? Не совершил я в жизни столько косяков. Пьяный дзюдоист-чемпион на Мерседесе сбил пенсионера. В городе Сочи, обладатель Кубка Европы по дзюдо, 23-летний россиянин ингушского происхождения Исмаил Часыгов на своем автомобиле сбил пожилого человека. 73-летний мужчина шел по пешеходному переходу, но на красный сигнал светофора. Мерседес Часыгова врезался в него, и пенсионера доставили в больницу с травмой таза. Пешеход, конечно, сам нарушил правила, но проверка на содержание алкоголя в крови водителя показала, что Часыгов был пьян, когда сел за руль. Сотрудникам ГИБДД, которые приехали на вызов, спортсмен объяснил, что нигде не работает, но это было неправдой. Титулованный дзюдоист уже полгода числился сотрудником местного ОВД в качестве водителя патрульного автомобиля и имел звание сержанта полиции. Через 10 дней Часыгова уволили из полиции в связи с совершением проступка, порощащего честь сотрудника внутренних дел. Вагоны нахуй, не позорь, блядь! Че ты напялил-то, блядь? В этой новости нет ничего смешного, кроме словосочетания честь сотрудника органов внутренних дел. Напомню вам, что заокеанский коллега Часыгова, некий Джон Джонс, за вождение в нетрезвом виде только что получил год испытательного срока, домашний арест сроком в 96 часов, а также 90-дневную терапию алкоголизма и 48 часов общественных работ. Мне предстоит большая личностная работа из-за моего нездорового влечения к алкоголю, заявил Джонс. Что заявил Часыгов, было ли там хотя бы больше не буду мамой, клянусь, нам доподлинно неизвестно. Честно говоря, мне плевать на чье-то там влечение к алкоголю, но когда эти пьяные уебаны садятся за руль, меня, в целом кроткого и смиренного христианина, охватывает страстное желание жестоко карать и преследовать. Ставь лайк, если тоже нетерпим к нетрезвому вождению. Сергей Ковалев рассказал о коронавирусе в США. Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев рассказал в сторис своего инстаграма о ситуации с коронавирусом в США. Далее будет цитата, но я должен вас предупредить, друзья. Приготовьте свои декодеры боксерско-челябинского мыслеизъявления. У меня такого нет, поэтому я с вашего позволения приложусь. Итак, вот что сказал Ковалев. Тут обстановка такая. Люди двигаются, машины шевелятся не шибко, но такого страшного ничего нет. Конечно, страшное есть. Люди некоторые в натуре не догоняют происходящее во всем мире, поэтому стараюсь держаться на дистанции. Да и люди сами, все, кто, видимо, здорово очкует, на дистанцию отходят. Но, как многие эти медики-педики, короче, всякие разные люди. Вам может показаться, что высказывание Сергея как-то оборвано. Но, друзья, а что, если это не когнитивные нарушения, а примета гения? Как вы помните, и великий Франц Кавка не завершил все три своих романа. А вот это, казалось бы, простое, но такое родное и щемящее созвучие медики-педики. Есть что-то в этом наше, настоящая, какая-то народная поэтическая метафизика, продолжающая славные традиции божественной рифмы «Салями-хуями». Я полагаю, что Ковалеву надо писать. С таким оригинальным и рвущим все шаблоны мышлением он сможет буквально вломиться в пантеон великих мастеров литературы абсурда. Чем Серега хуже Кавки? Верю, что Крашер напишет три романа, а лучше три поэмы. Брутальный эротический постмодернизм. Трилогия «Стояк-забияк», «Вагина-равина» и «Гандоны-самообороны». И тогда любители кулачно-перчаточных утех, которые сейчас в комментах тщетно пытаются доказать, что не все боксеры тупые, обретут еще один довод. Еще один пример. Еще одно исключение из правила. Представляете, через несколько десятков лет будут говорить, вообще-то боксом занимались Набоков, Хемингуэй и Ковалев. Они что, по-твоему, тоже отбитые недоумки? И крыть будет нечем. Ставь лайк, если бы купил поэмы Ковалева. А всех, кто задонатит на развитие шоу «Дич» по ссылке внизу, я занесу в список предзаказа этого боксерского трехтомника. Лучший молдавский кикбоксер задержан за организацию поставок гашиша. На молдавско-румынской границе задержан бывший депутат Демократической партии Молдовы Константин Цуцу, объявленный МВД России в международный розыск. Цуцу – лучший молдавский кикбоксер, неоднократный чемпион мира по разным версиям, в том числе по престижной Кей-1. При этом в России и в Молдове Константина Цуцу связывают с организованной преступностью. В материалах расследования поставок гашиша из Марокко в Россию и страны Евросоюза Цуцу фигурирует как ближайший подручный предполагаемого организатора наркотрафика. Кикбоксер обеспечивал охрану машин и складов, набитых наркотиками. А как депутат Цуцу взял на себя контакты с представителями молдавских правоохранительных органов и решал с ними все оперативные вопросы. Спортсмен-политик также фигурировал в материалах дела об убийстве криминального авторитета по кличке Красавчик, которое было совершено в 2012 году. В своей работе Цуцу задействовал десятки хорошо подготовленных спортсменов. Открытый в Национальном центре подготовки олимпийских команд бойцовский клуб «Про Тим», которым он руководил, стал центром вербовки и профессиональной подготовки боевиков, которые затем использовались организаторами наркокартеля для различных силовых акций. А вы говорите, единоборства в 21 веке неактуальны. А вы говорите, спортсмены не нужны обществу. Цуцу и его бригада доказали обратное. Как главный пропагандист боевых искусств, я хочу сочинить мотивационную песню для юных единоборцев. Она должна быть очень проста, ясна и доходчива. Пока, правда, у меня есть только один куплет. Послушайте, пожалуйста. В спортивном зале своя атмосфера, тебя ожидает крутая карьера. Сегодня ты лица на ринге крушишь, а завтра в Европу привозишь гашиш. Бывший промоутер Емельяненко объявлен в федеральный розыск. Известный в совсем недалеком прошлом ММА-деятель Олег Раевский, работавший с Александром Емельяненко и возглавлявший промоушен Колизей, объявлен в федеральный розыск из-за окрашивания волос. Это восхитительная история, друзья. Еще в 2017 году петербургский спецназ «Гром», из которого вышли, кстати, Алексей Лобанов и Андрей Вершинин, герои боевых ботаников, задержал Олега Раевского в результате контрольной закупки наркотиков. У промоутера при себе был кокаин в крупном размере, наручники и ружье с патронами. Официально числившийся безработным, Раевский был одним из самых медийных менеджеров в индустрии смешанных единоборств. Мы стараемся правильно воспитать своих спортсменов, вот именно такое здоровое поколение. Из этого, собственно, произрастает человек как личность, потом он становится защитником Родины. В неформальном же мире Петербурга поговаривали, что Раевский был связан с обнальными схемами и выбиванием долгов. Тогда Раевский пробыл в СИЗО несколько месяцев и вышел под подписку о невыезде. Ему грозило до 20 лет колонии, но на судебные заседания Олег ходил не слишком прилежно. Из 24-х посетил меньше половины. Часто болел. А потом и вовсе пропал, соответственно, в 2019 году процесс замер. А че так можно было, что ли? Раевского заочно заключили под стражу и принялись разыскивать. Но искали не очень усердно, потому что он даже не уехал из города. И, как пишет Фонтанко, многим был известен его особня в коттеджном поселке Ропшинские пруды, госномер его Мерседеса и адреса спортзалов, которые он посещал. И вот с конца февраля 2020 года имя Раевского стали все чаще слышать в подразделениях МВД Центрального района Петербурга, которые разбираются в конфликте парикмахеров. Из салона красоты под названием «Первая студия колористики» уволили мастера по окрашиванию волос Наталью Вишнякову. А в некоторых соцсетях она использует фамилию Раевская. Уволили за переманивание клиентов и заимствование корпоративного рекламного контента. Ну и несколько недель назад сотрудники этой самой первой студии колористики не смогли попасть в свое помещение на Литейном проспекте. Замки сменили, а все оборудование и товары для ухода за волосами и вся клиентская база остались за закрытой дверью. Теперь там новый салон и интернет-магазин «Перфетто Про» — собственник Наталья Вишнякова. Кто же помог совершить Наталье этот рейдерский захват и отжать собственность бывшего работодателя? В одном из заявлений в полицию директор по маркетингу первой студии колористики в этой роли упоминает Раевского Олега Сергеевича. Цитата. Раевский угрожает нерасправой, обещает сжечь автомобиль и навредить моему маленькому сыну. Представляется сотрудником ФСБ, ходит с оружием. С его слов, писать заявление в полицию и другие инстанции бесполезно, так как у него большие связи. Потерпевшая виделась со своим обидчиком даже в присутствии полицейских. Но тогда сотрудники правоохранительных органов не узнали беглого промоутера. И только сейчас, после материала Фонтанки о бизнес-конфликте в салоне колористики, Раевского объявили в федеральный розыск. Говорил я ему, говорил. Кабаки и бабы доведут до Цугундера. Ну, это как если бы молдавский кикбоксер-наркобарон Сусу погорел на салоне с ноготочками. Впрочем, никто еще не погорел. Раевский не задержан, а с его неуловимостью он может еще долго оставаться на свободе. Не знаю, как Олег расстался с Александром Емельяненко, но если не очень плохо, то Раевский вполне может вынурнуть в Грозном. Проведет пару спаррингов с Рамзаном Кадыровым, даст полупить себя для Инстаграма, взвизгнет пару раз Ахмад Сила и вуаля. Прощайте правоохранители Петербурга. С Чечни выдачи нет. Ломаченко призвал братьев по вере обмазать двери оливковым маслом. Самый титулованный украинский боксер Василий Ломаченко опубликовал в сторис своего Инстаграма пост следующего содержания. Святые отцы горы Афон призывают сегодня всех православных христиан сделать крест на обратной стороне дверей домов. Если у вас нет креста, то можете его сделать пальцем, окунув его в оливковое масло. Это серьезно, так как вчера был отслужен параклес Божьей Матери, и эти указания были даны самой Богородицей, монахам на Святой Горе. Позже Ломаченко удалил свой пост, признав его фейком, который он не проверил. Василий извинился перед всеми православными. Спаси Господи нас всех, добавил боксер. Из этой истории я сделал три вывода, друзья. Первое. Получается, что православные христиане делятся на тех, у кого есть крест промышленного производства с надверным креплением, и на тех, у кого, простите, крест пальцем деланный. Второе. Оказывается, риторика кудахтающих мамочек истеричек, пересылающих друг к другу страшилки в WhatsApp, это и есть знаменитый стиль Ломаченко. Третье. Раньше для меня палец с маслом ассоциировался только со скандальной сценой из «Последнего танго» в Париже. Ну, вы помните, Марлон Брандо, Мария Шнайдер и фактическое анальное изнасилование прямо на съемках. Правда, там масло было сливочное. Теперь я знаю, что жирные пальцы можно использовать гораздо более противоестественно. Кстати, два года назад я подарил своему товарищу на день рождения огромный BDSM-крест, купленный в секс-шопе. Мы кутили тогда в загородном коттедже, и этот мой подарок обрек меня на, скажем так, повышенное внимание нескольких православных и не слишком девушек. Я даже умудрялся стримить оттуда. Кто помнит тот прямой эфир, отпишитесь, пожалуйста, в комментах. А следующий алкострим совсем скоро. Расскажу вам, почему домашний ЗОЖ на карантине ведет к серьезным неприятностям. Чтобы не пропустить эфир, подпишитесь на мой инстаграм, ссылка внизу. Если у вас нет инстаграма, то можете, но вы поняли. Британский боксер снял видеоурок об избиении жен во время карантина. Чемпион WBO Билли Джо Сондерс во время прямого эфира в инстаграме показал, как правильно бить надоедливую жену в условиях карантина. Сондерс продемонстрировал на мешке, что нужно делать, если ваша старушка открывает рот и как правильно прописать ей в челюсть. Позднее спортсмен удалил пост и извинился перед читателями. Никогда не приветствовал домашнее насилие. Если увижу, что какой-то мужчина бьет женщину, сам разорву его на куски. У меня есть дочь, и если хоть кто-то тронет ее пальцем, все закончится плохо. Приношу извинения, если задел чувства кого-то из женщин. Напомню, что этот благородный отец в сентябре 2018 года был оштрафован на 100 тысяч фунтов за видео, в котором издевался над наркозависимой женщиной. Что вы думаете он делал? Заставлял ее отжиматься? Ну нет, он же не зверь. Сондерс предлагал ей за дозу крека заняться сексом с приятелем боксера, а после вынудил ее ударить случайного прохожего. Я не знаю, что он делал, 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 что он делал. Сейчас британский совет по надзору над боксом приостановил действия его боксерской лицензии до проведения слушаний по вопросу о неподобающем поведении. Хотя неподобающее поведение боксера, на мой взгляд, такой же оксюморон, как честь сотрудника органов внутренних дел. Но вообще меня начинают расстраивать британские боксеры, которые воюют с собственными женами и вышками сотовой связи. Мне кажется, им просто не хватает оливкового масла. Псевдо-двоюродный брат Хабиба наехал на звезду ММА-журналистики. Журналист и видеоблогер Александр Лютиков усомнился в правдивости слов Хабиба и получил угрозы от человека, называющего себя родственником Нурмагомедова. 30 марта коллега Лютиков опубликовал в Инстаграме два поста, в которых указал на нестыковки в объяснениях Хабиба по поводу срыва его участия в UFC 249. Также Александр показал, что у Нурмагомедова еще есть возможность улететь из России, если он, конечно, хочет принять бой с Тони Фергюсоном. В тот же день Лютиков получил голосовое сообщение. Ты попутал, что ли, свинота, сегодня, брат, писать там 18-го числа, если Хабиб имеет желание, он наберет там по какому-то номеру, чтобы со страны вылететь. То есть ты хочешь подать такую информацию, типа, Хабиб не имеет этого желания, или что, крысеныш? Потому что Хабиб внутри имеет, половины даже хватит для того, чтобы тухом без раком поставить, понимаешь? Включая всех тех, с кем ты знаком, включая тех же бойцов даже, у кого ты интервью брал, понимаешь, свинота, да? Ты что, совсем попутал, думаешь, нет возможности, если тебя инвалида сделаешь, крысом, да? Я лично, наверное, несколько групп людей останавливал, которые тебе башку должны были сломать. Сука, жесть безуродная, ты что, брат? Ты создан для того, чтобы присмекаться перед нами, понимаешь? И заслужить нашего снисхождения, чтобы на тебя обратили внимание, там, дали тебе интервью, там, или в голову, или неважно, что дали тебе. Я понимаю, когда ты о всяких свиньях тебе подобных говоришь. Но когда о нас говоришь, горцов, ты почему не задумываешься, что тебе прилетит? Вот сейчас на меня не обижайся, мразотом. По словам Александра, с этого номера год или полтора назад ему звонил человек с какими-то похожими претензиями. Тогда он представился Нурмагомедовым из Германии, двоюродным братом Хабиба. Как сказал Лютиков, ему казалось, что тогда удалось донести до собеседника простой тезис. Я не работаю в пресс-службе Хабиба, вы не работаете моими редакторами. На мой взгляд, такое сообщение нельзя оставлять без последствий, такое нельзя прощать и нужно обращаться в полицию. Но тут уж и решать самому Александру. А из текста этого говорящего братишки я бы выделил следующее. Публика подобного сорта искренне считает, что это журналистам нужны их интервью, а не наоборот. Они, похоже, не понимают, что именно масс-медиа делают из этих агрессивных организмов мало-мальских человекообразных существ. Журналисты и блогеры терпеливо выслушивают все это невразумительное лепетание, пытаются спасти этих рубак простыми наводящими вопросами, натужно улыбаются их придурковатым шуткам, переводят на русский язык их дворово приблотненную лексику и в финальной редактуре интервью вырезают самые позорные фрагменты. А в ответ эти так называемые бойцы, считающие мордобой за бабки чем-то героическим, еще и норовят укусить руку дающего, любезно протянутую в их клетку. Поэтому я преклоняюсь перед выдержкой и терпимостью таких людей, как Лютиков и Миша Кучерявый Злодей. Ну, наверное, есть другие, просто я не смотрю и не знаю. Преклоняюсь, потому что сам не обладаю этими качествами дрессировщика. И вообще, я не интересуюсь боями, потому что для меня это мерзость. Я против цирка с животными. Ну, а история имела продолжение, друзья. За Лютикова, пишущего для сайта Матч ТВ, вступилась генеральный продюсер этого канала Тина Канделаки. «Кавказ — это в первую очередь уважение», — сказала Тина. «И я знаю на Кавказе людей, которые с удовольствием за ушко таких товарищей притащат куда надо и предоставят им возможность с их желания, а у людей в такой момент всегда появляется желание, тут же извиниться и перед Лютиковым, и перед остальными людьми, которые зачем-то эту агрессию прослушали». Но в итоге досталось и Тине, друзья. Администратор паблика ВКонтакте «ММА Дагестан» нашел звонившего, и, судя по всему, он знает кто это, знает его имя, и поговорил с ним. Вот главные выдержки из этой беседы и главные тезисы про Тину. «Чуть попутала дворняшка тоже, по-моему. Ее должны к нам за ухо привезти. Я считаю, что она и подобные вот эти, они, это расходный материал». Так называемый брат Хабиба, который, кстати, в этом интервью вроде как отрекся от Росслава с Нурмагомедовым, прошелся и по Петру Яну. «Это Петя тоже что-то там болтает. Забыл, что с ним в Таиланде произошло. Повторение хочешь. Больше не будет пощады. За свой язык отвечать надо, если ты мужчина». После чего Тина написала в своем телеграмме, что на аудио к ней обращается не мужчина, а анонимное существо, которое позорит Кавказ, бросая тень на основы этики горцев. Вольно или невольно, Хабиб стал ширмой для экстремистов и радикалов, которые выдают себя за его родственников и друзей, рассылают всем угрозы от его имени, подытоживает Канделаки свой пост, призывая Хабиба высказать свою позицию в отношении этого радикала. Но, с одной стороны, говорить что-то про экстремистов, радикалов и какую-то сказочную этику горцев, при этом уповая на влияние своего миролюбивого друга и любителя заставлять извиняться Рамзана Кадырова, это, конечно, ситуация из серии «Гадюка плакала, а жаба квакала». Но Канделаки права на все 100% в том, что молчание Хабиба поощряет вот этих отмороженных звонильщиков и наносит ущерб и без того небезупречной репутации Нурмагомедова. Кто вообще занимается его пиар? Ну, выйди и скажи. Во-первых, это не мой родственник. Во-вторых, я в любом случае не одобряю анонимных угроз и оскорблений даже со стороны своих сторонников. В-третьих, я готов дать интервью в голову Александру Лютикову и ответить на все его провокационные вопросы. В-четвертых, Саша, Тина, Петя. Прошу прощения за этого хама. Прошу дать возможность загладить и скупить. Вот это была бы позиция сильного человека. Это был бы поступок мужчины. И свой традиционный финальный стих, господа, я посвящаю обострившимся кросс-культурным противоречиям. Свино там, разота, крысеныш, дворняшка, безродная сука. Ты кто и зачем мне трезвонишь? Открой свое личико, ну-ка. У всех нас есть масло и пальцы, а значит полно чудотворцев. Но нет нам ответа страдальцам. Где спрятана этика горцев? Это было шоу дичь, друзья. Мое самовыражение за ваш счет. Спасибо всем за донаты. Я обожаю читать комменты к денежным переводам. Кто хочет финансировать дичь, ссылка внизу. Кто хочет, но не может, лайк, репост и крепитесь. Всем палец в масло. Блять, какая, сука, я белая картинка. Друзья мои, но этот великолепный сетап выставлял я сам, без помощниц. Поэтому каких-то негативных комментариев в адрес моего света и антуража, и блеск моего носа, каких-то неправильных теней я не принимаю. Я гуманитарий, сука, сделал это сам своими руками. Мне это сложнее, чем Ковалеву писать стихи. Если вы любите единоборство и боевое искусство, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Советую вам посмотреть и другие наши видео. В описании этого ролика на YouTube вы найдете ссылки на лучшие плейлисты боевых ботаников и другую полезную информацию. А эксклюзивные кадры со съемок и закулисная жизнь ведущих канала только в нашем инстаграме.